Друзья, вот находимся в заповедной зоне. Вот такое, видите, крепкое строение заброшенное. Это мы пришли к бывшему пионерскому лагерю Горное Эхо. Вот место брошенное, никому не нужно. Сейчас пройдем посмотрим. Это вот недалеко от замка Коварства и Любви. Вот оно. Брошенное. И что, тут нельзя построить заново что-то или для детей или еще что-то. Почему территория так заброшена? Вот вам и солнечная долина. Здесь я понимаю, наверное, у них центральная площадка была. Посмотрите, вот скала красивая, панорама. Место чудное и заброшенное, представляете? А они хотят солнечную долину, там лезут куда-то. Да вы хотя бы восстановите то, что было. Посмотрите, видите, вот оно все брошенное тут. Кошмар какой-то. Это ужас. Как будто здесь война была. Так это уже много лет стоит вот так брошенное все. Ну сломайте, постройте здесь какой-то корпус или что. Хорошее место, во-первых. территория, замок Коварства и Любви рядом. Вот видите, все корпуса. Вот такие легкие летние корпуса. Все брошенное. Вот вам и горное эхо было. И все брошено. Никому не надо ничего. Это какой-то кошмар. Вы знаете, вот как мы говорим, хозяина нету. Да одни вредители кругом. У государства нет денег что-то здесь сделать, я не пойму. Построить. Заповедная зона. Посмотрите, какая красота. И все загажено. Видите, тут мусор, бутылки. Если бы была советская власть, народная власть, она бы допустила для такого, чтобы вот это разрушить этот лагерь. Хорошо, ладно. Но построите новое что-то, сделайте. Это же место какое. Вот видите, кругом все настроено. А тут видите, даже в чем мусорка сохранилась. Вот смотри. Места-то какие. река Ликоновка. Кошмар. Такие места пустуют в заброшенном виде. Они собираются в Солнечную долину. еще разрушить, чтобы город оставить курорт без минеральной воды. Какой-то идиотизм. Это вредители, понимаете, у власти находятся. Машук застроить там, где минеральная вода. Один прокурор был, отказал. Как только он ушел в другую местность, этот Владимиров опять со своей командой мафиозной очухался и кинулся в бой. Верховный суд. Подал там. Вот посмотрите. Уже, по-моему, пора Владимирова с Моисеевым уже, по-моему, пора судить уже. Это просто какой-то песец. Я тут первый раз. Я тут не был ни разу, поэтому я иду, как говорится, наугад. Видите, еще один мусорный ящик. Тут есть контейнер. А вот это, наверное, вот по этой мостику, наверное, можно пройти. На улицу Кутузова я хочу выйти. Посмотрите тут, что творится. Как будто эта территория к городу не относится. Пойдем по этой стороне, наверное. Вот мне говорили про какой-то мостик тут. Вот видите, тоже продолжение этого лагеря. Все заброшено. Кошмар. Такая природа чудная. А тут построить что-нибудь надо. Да, в советское время строили для детей. А сейчас что-то, видите, вот тут все заброшено. Это пионерлагерь. Тут, видите, вот все эти упадшие сухие деревья. Мрак полный. Ну, это ж окрестности города. Ну, что тут? Нельзя ничего придумать. У государства денег нет. Вот видите, все сухое валяется. Вот они корпуса были в лагере. Полный мрак. Полный мрак. Полный мрак. Вот она вся тут культура. Попили, погуляли. Там дорогу насыпь сделали, чтобы машины, наверное, не проезжали сюда. Не знаю. В такими местах. На весь порядок тут. Слушай, временщики пришли к власти. Более, тут вообще не пройдешь. Вот видишь, что-то творится. Видишь, какие деревья валяются тут. Не знаю, где тут проход. На улицу Кутузова. Тут, наверное, нет никакого прохода. Ну, мне кажется, вдоль этой скалы надо идти. Ну, вот, видите. Ага, тут какая-то тропинка есть. Ну, я знаю, что вот по этой скале и туда вправо надо идти, в ту сторону. Пойду я по этой тропинке. Ладно, друзья, здесь я с вами расстаюсь. Вы видите, какой кошмар здесь. Ну, вот, посмотрим, попробуем пройти. Спасибо. 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 Спасибо.